Государство. Что такое государство? Сначала я спрошу вас о представлении о том, как вы думаете, что такое государство. Не можете ли вы что-то сказать? Может, я могу сказать, что оно есть. А, хорошо, да. Вот это хорошо, да, оно есть. Оно сейчас есть, оно всегда было? Не всегда было. Когда появилось государство? То есть не всегда. Вот люди всегда имели государство. Или государство появилось на каком-то этапе развития? На каком-то этапе. На каком оно этапе появилось? При первого года на общинном комнате было государство? Вот ходят эти женщины с детьми, занимаются, готовят на огне еду, а мужики ходят, собирают коренья, ловят зверей. Кого удастся поймать? Птиц. Приносят. Женщины, матриархат, распределяют. Есть государство? Все хорошо. Ни пьянства, ни воров, ни жуликов. Все хорошо. У кого воровать? Не, у кого воровать? А при рабовладении есть государство? Вот у рабов есть государство? А у рабовладельцев? А как у рабовладельцев удерживают этих рабов? Володельцев мало или много? Ну, то, скорее, не у рабов или у рабовладельцев есть государство. А вообще у этого общества есть государство, а у него отдельного класса. Значит, если рабов много, а рабовладельцев мало, как малое количество рабов, рабовладельцев удерживают большое подчинение и заставят работать большое количество людей. Вот у нас почему у университет государственный? И на студентов не заставишь заниматься без государства. Государственный что означает вообще? Что за этим словом стоит? Государственный? Раз-два и отчислят, если что. Ну, правильно? Государство не столько, оно уговаривает, оно еще и... Каким является средством? Убеждение или принуждение? Государство. Это орудие принуждения, инструмент принуждения, инструмент убеждения. Принуждение. Вот музей это инструмент убеждения. Я пришел в музей, вы мне рассказываете, было так, было сего, просвещаете меня. А я раз, развернулся и ушел. Имею право. А государство что делает? А государство устанавливает определенные нормы. И тот, кто эти нормы нарушает, что с ним делает? Его наказывают, принуждают соблюдать нормы, наказывают. Ну, а нормы-то стоят и устанавливают. Раз есть разные классы, то есть один класс господствующий, а другой подчиненный. Кто устанавливает нормы общежития? Господствующий класс или подчиненный класс? Господствующий. Господствующий. А как он? Иначе не будет господствовать. А вот если не будете вы нормы соблюдать, которые устанавливают господствующий класс, то следует меру наказания. Принуждение. Государство это оружие, орудие принуждения, инструмент принуждения или инструмент убеждения. инструмент принуждений. Ну вот поэтому государство по своему понятию это организация насилия в интересах господствующего класса. Ну и до коей поры, до коей веки это будет все продолжаться, насилие. Насилие это нам как освободиться от этого насилия, это насилие положительным считается и прогрессивным или реакционным. Государственное насилие как все зависит от того какая эпоха, да. Если появилось вот буржазное государство, только еще родилось. Оно с силой уничтожает прежние феодальные отношения, освобождает крестьян. Это прогрессивный роль? Прогрессивный. Без насилия можно освободить крестьян по отношению к помещикам? Что помещикам отдадут свои поместья, что ли? Сами добровольно придут и скажут, да идите, забирайте у меня всю нашу, всю мою землю и дворцы, которые мы построили, в которых живем, все забирайте. Без насилия не получится. Как говорили классики, что насилие играет, выполняет роль поевальной бабки в истории. То есть насилие, если ее осуществляет прогрессивный класс, то оно положительное. Но этот класс не всегда же прогрессивный, 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 потом становится реакционным. Появляется другой класс, который прогрессивный. Причем в недрах того самого общества может появиться. скажем, когда появилась буржуазия, в рамках какого общества вырастает? Она вырастает в рамках фиотального общества. И она появившаяся, потом она уже начинает требовать власти. А потом она не просто ее требует, она совершает буржуазную революцию и устанавливает какую власть? Буржуазную, то есть свою. Не так, что она будет совершать революцию, а потом скажет, рабочий класс, бери власть теперь. Я для вас сделаю революцию. Революция делается классом для кого? Для себя. И вот поэтому, значит, а господствующий класс, если он тем более эксплуататорский класс, ну, значит, эксплуататоров меньшинство, а эксплуатируемых большинство. И как может меньшинство эксплуататоров обеспечить эксплуатацию большинства? Ну, если специальные организации силы не создадите, никому. Потому что вот этих эксплуатируемых большинство, они победят тогда. Значит, надо создать, что? Отряды вооруженных людей, которые специально будут осуществлять это вот насилие. Как устроено вот это вот насилие? Какие мы знаем органы насилия в современном государстве? Ну, во-первых, самый главный орган насилия – это что? Это армия. Армия. Армия вообще создается для защиты от внешних врагов. Да? Но если что, как вы понимаете, раз – и выводятся войска. Объявляется военное положение, появляются войска. И это в самых разных странах, мы это многократно видели и знаем. Поэтому, если армия создана господствующим классом, для защиты этого класса от возможных выступлений со стороны кого угодно – и от внешней угрозы, и от внутренней угрозы. Но! Ну, эта армия ещё, она вот, она иногда, так сказать, на основе призыва создаётся, в ней много слишком представителей того самого класса, который надо подавлять. Поэтому старается, по мере развития техники, науки, старается господствующий класс освободиться от таких армий, которые создаются по призыву. Чтобы не призывать их, а платное делать. Вот вы её бейте, а я деньги буду платить. А чтобы так её бить не надо. Значит, она не туда пойдёт, и её дубинкой тогда. Дубинка – это что такое? Дубинка, разве можно бить людей? Вот, скажем, когда я был ребёнком, я видел милиционера, и у него вот здесь, справа, был пистолет. Но никаких дубинок не было, это немыслим было, чтобы взять вот и человека сухнуть. Ну, как взрослого человека? Ну, там детей шлёпнули. Ну, это взять просто дубинкой по спине. А в Москве я наблюдал, вот поздно выезжал из Москвы. Сижу, наблюдали, жду своё, уходят. Вдруг заходит милиционер. Ещё полицейских не было. Милиционеров. Это когда демократия наступила, вот, буржадия пришла. А там сидят эти бедные, несчастные и безумные. Они почему бездумные? Они, у всех у них было жильё. Ну, всё же приватизировали. Он хотел, может, дочке подарить. Пошёл менять, пока он менял. Цены подскочили, это продал, а новый уже попить не покупает. Запил, и у него и убрали это всё. И сколько этих бомжей? Какова их судьба? Они, у них есть право на жильё? Есть, право есть. А жильё есть? Жилья нет. Ничего нет. И паспорта у них забрали для того, чтобы оформить очередную фирму по обналичиванию денег. Им что-то дали денег, за это забрали паспорт. И паспорта у них нет. Они нигде не на учёте. Они самые в этом смысле освободённые от всякого налогоположения. Никто их, никакие, ни за что они не должны платить. Почему? Потому что их как бы нет как граждан. Нету их. У них нет паспорта. У них есть там имя, отчество, они друг другу сообщают, а больше это никого не интересует и всё. Ну вот, если они найдут теплотрассу зимой, в которой будут ночевать где-нибудь в люке или под люком, или в теплотрассе, они не проживут, если не найдут. У нас есть государство, хоронят тех людей, у которых нет денег на похороны. Я однажды вот наблюдал, как-то кто-то из моих знакомых пожилых там хоронили, сжигали в крематории. Ну и как-то зашёл в помещение, а там такое понище, и старушки лежат, чёрные, в каком-то они нетры. То есть их, наверное, нашли они там полтора или два или три месяца лежали, где-то они одни жили, потом вскрыли квартиру, когда почувствовали забор. Ну, их вот либо в полиэтиленовом мешке хоронят в государство, или вот их сжигают, и, так сказать, безымянным учётом. Ну, неизвестно кто и что. Если известно кто, ну, будет написано на ячейке. И всё. Бомжей, да, не просто. Да, а вот этих бомжей я видел в Москве. У нас вообще норма такая есть, что вообще с вокзала нельзя прознать. Из гостиницы нельзя, после двадцати трёх часов выгонять, по идее, на закон. Ну, это так, на бумаге написано. На практике вас туда и не пустят в гостиницу, и не зайдёте. Просто так. Для этого там существуют люди, и ещё на входе остановятся. Поэтому вот такая тут получается коллизия, что правящий класс создал себе систему, специальную систему принуждения, которая обеспечивает его господство. А иначе он не будет правящим. Вот и всё. Если он от этого освободится, он перестанет быть правящим классом. Внутренние войска оснащены замечательно у нас. Как вы думаете? Всё есть, всё новейшее. Если что, приедут за решёчными окнами и всех посадят в эти автозаки и отвезут куда? Ну, просто могут отвезти подальше и выпустить. Идите домой пешком. А могут отвезти куда? В милицию. И там составят протокол об административном правонарушении. И потом вы будете штраф платить. А могут вас задержать за нарушение какое? До того, как суд примет это решение. А до этого вы будете как подозреваемый задержаться. Потом будете обвиняемый. А потом будете подсудимый. А потом будете... Уже если суд состоялся, то уже не подсудимый будете. А будете заключённый. И раз, два, три, четыре. А потом вас могут и выпустят. Потому что, скажем, сейчас существует система условно-досрочного освобождения в дом. То есть вы себя хорошо вели. И через два с половиной года вам дали пять лет. Можете выйти, если вы хорошо себя вели в этих местах заключения. И всё. И сидит там миллион человек примерно. У меня, мой товарищ, оказался в СИЗО, в крестах. А я у него был уверенный в лицо. Всё кончилось хорошо. Мы, конечно, не удалось его засудить. Но в СИЗО 10 дней пробыл. И я как-то вот... Интересно было побывать в этих местах креста. Кресты – это СИЗО. Сейчас кресты эти освобождают, поскольку построили новый СИЗО, знаете, там, в районе Колкино. Ну, тоже в виде креста. Какая традиция, видимо, установилась. А женская и детская – она на улице, вот, комиссара Смирнова, там, тупичок. Это отдельно. Женщинам особое уважение или детям тоже особое уважение. Пришёл я туда. Принёс тарелку, там, ложку, кружку. Ну, и правила почитал. Написано, что вот это раз в месяц можно приходить к родственникам и близким знакомым. Я близкий и знакомый, как бы. Товарищ. Вот. Ну, там перечень капусту, морковку, там. Можно передать то, всё, пятое, десятое. Время сейчас и такая за решётчатая, так сказать, сапошечка в кирпичной стене толстой. «Давайте, – говорит, – ваш паспорт, и мы проверим». Дал я свой паспорт. Обратно уже не заберёшь через эту вот проволочную, через решётку. Ну, отдали. Отдали, сказали, всё записали, я всё передал. А тут тарелку. Сейчас же время какое. Сейчас рынок же у нас на дворе. Рынок, да? Дверь толкнул. А там через всё, всё за компьютером. И перечень, чего можно туда передать. Только вот то, что я принёс сегодня, передадут. А то, что я сейчас закажу по компьютеру, вот через эту форму услуги, и завтра передадут. Можно передать. Торт, колбасы, всех сортов. Все виды яств, какие только есть. Ну, что касается лекарств, это отдельное, в другом месте делаются заказы. А это как стол заказов. Я там заплатил, всё это напечатали, и завтра передадут. То есть, всё что угодно. То есть, в неравенство социальное, в тюрьме или в СИЗО, такое же, как на воле. То есть, у кого есть деньги, те будут жить припевающие. У кого нет денег, ну, те хуже. Один артист, он, артист в кавычках, конечно, он сам не артист, но достаточно богатый человек. Ну, у вас есть телефон, а вы, скажите, вы же можете по телефону заплатить, правильно? Если у вас есть счёт падки. Ну, вот. И вот он, значит, заплатил за то, чтобы прилетел самолёт, твой вертолёт. Спустился пониже, да, над тюрьмой. Эти там вышки же, в вышках с автоматами стоят. Они смотрят, опускается вертолёт. На верёвке, на верёвке палка. Это, значит, который заказал. Сел, значит, на эту палку вверху. Схватился за эту верёвку, вертолёт улетел. И вот так. Красивое такое приключение у него было. Но всё равно его, конечно, вернули в эту тюрьму, но зато как человек улетел. Здорово. Ну, из чего состоят эти органы принуждения? Вот, начинаем перебирать. Значит, ну, прежде всего, это вот эти органы, которые называются... Так они называются органы принудительной системы. Как же они называются? Пенитенциарная система. Красиво так называется, чтобы это приятно было слышать. Пенитенциарная. А это другое название – система исполнения наказания. Вот, а если вы ей видите по городу, такие фургоны едут. Белые, хорошие. И на них написано «ФСИН». Вот кажется, что это, наверное, финансы, наверное, ещё что-то. «ФСИН» – это федеральная система исполнения наказаний. Везут там эти. Куда везут? В суд, из суда, из одной тюрьмы в другую и так далее. А СИЗО – это там содержатся люди, следственные изоляторы, которые не являются осуждёнными. То есть они... Вот, если вы попали в СИЗО, у вас все правы. Только выйти не можете. А так у вас все права. Вы не... Ну, потому что сначала человек задержанных. Вот у вас с собой паспорт сегодня. С собой? Вам хорошо. А вы тоже? Какие вы продвинутые? Потому что, если у вас нет паспорта, вот вас остановят полицейские в городе. По закону, для выяснения личности, и трёх часов вас могут задержать. У меня тоже есть паспорт. Мне это как-то три часа не хочется нигде сидеть. А летом не хочется с паспортом ходить. Хочется пойти там в футболки. А тут тебе кажется, куда идёшь? А ну, давай идёшь. Они, конечно, быстро могут выездить, а могут не торопиться. Ну, они по компьютеру будут спрашивать, вы будете называть фамилию, имя, как у вас родители, там, то всё. Ну, они пощелкают и увидят, что вы оттуда. Ну, до вас может дело не дойти. У них, потому что обед. Если у меня обед, а вы, вот, я должен проверить вас. Что я должен делать? Вас проверять или обедать? Обед уже со сих до сих, и пошли люди обедать. Потом поездили каких-то буйных. Буйными занимаются. Вы же не буйные. Ну и так вот три часа отсидели. Потом, ну что, девочки, мы сейчас проверим. Всё хорошо. До свидания. А у вас, может быть, билет был на самолёт, вы куда-то пошли, хотели пойти в театр. А вот показалось, что какой-то у вас, видно, похожий на преступницу. Выяснилось, что вы не преступница. Быстро выяснили. Быстро выяснили, и вы должны поблагодарить эти органы, что они сразу нашли истину за три часа. И вас отпустили. А те, кого не отпустили, они подозреваемые. А вот сколько вы просидеть можете подозреваемые, это зависит от того, в чём вас обвиняют. Вот если вас обвиняют в десяти убийствах, вот очень вот, когда посмотрел, у нас тут есть всякие фотографии, то вас могут поддержать десять суток без предъявления обвинения. Это что значит? Вы все спрашиваете, а чего вы меня сюда взяли? Чего? По закону так написано, в уголовном возрасте. Без, если тяжкое обвинение у вас, андрес, тяжкое, то есть вы не обвиняете, еще не обвиняем, вы просто задержаны. Но могут задержать, просто задержали, шли-шли, вас задержали на какое-то время, на сколько? На десять суток могут задержать вас, на вашем пути. А потом, если не предъявят вам обвинения, потому что надо что же, предъявить такое, которым доказывать надо. Это они уже думают об этом. А они что-то не получают. Ну, не получают себе. Извините, пожалуйста, так мы вас немножко задержали, выходите, все в порядке, все хорошо. Но поскольку уже задержали, то уж люди хотят как-то это оправдать, что они вас задержали, и начинают вам придумывать обвинения. Придумали вам обвинения. И тогда вы будете уже не задержанная, а кто? И вы уже будете обвиняемая. Ну, зато вы можете читать, в чем вас обвиняют. Читают, можете адвоката себе приглашать, пожалуйста. Вы свободны. Ну, все это, конечно, я беру только юридическую сторону, есть не юридическая сторона, поскольку товарищ у меня был в этих местах. Ну, где-то в 23 часа приходят там работники этой же самой СИЗО и дают вам телефон за соответствующей платой, можете позвонить. СИЗО ведь это изолятор, чтобы вы не связывались с внешним миром, не могли договариваться. Ну, можете позвонить и поговорить. Ну, а еще если добавить, то вам могут привезти кого надо в камеру, а потом увезти. Ну, утром опять все хорошо, все строго. и так далее. И вот человек, когда он получил, он обвиняемый. Сколько он может просидеть, как обвиняемый? Ну, Шутов Юрий, слышали такую фамилию? Который написал про Сапчака три книги из цикла Варьё. Так вот его держали, что-то пять лет примерно. Ну, как вот держали, там в идее не должны столько держать. Ну, вот он сейчас заболел, поэтому сейчас не могут его осудить. Туда еще держат и так далее. Все тянулось, и тянулось, и тянулось. Потом раз и вдруг его по телевизору показывали, как его освободили. И тут же, в Калининском суде освободили. И тут врывается ОМОН, хватает его, и видно, как он, значит, за руки, за ноги взяли, и головой его прямо вот там, по ступенькам. И новое дело, новое обвинение. В Суман уже все, мы там все освободим. Обвинение то пропало, новое обвинение. А новое обвинение, опять сначала подозреваемый, сначала вас подозревают, потом задерживают, потом обвиняют, но потом, если человек отсидел, и вот на суде выяснилось, что он совершенно невидомный. Тогда что? Что тогда? Ничего. Как ничего? Нет. Прокурор, от имени прокурора, от имени государства, приносит извинения. Вот вы пропидели там 3 года? Извините, государство в моем лице приносит вам глубокое извинение. Вы можете теперь компенсацию требовать, то есть опять ходить по судам, забиваться, уже вы вас измотали, а вы можете еще походить, вам эти физиономии наскучили вот те, которые это все делали, а вы можете снова идти. То есть права у вас есть, можете снова продолжать. А вот если вас уже осудили, тогда вы идете. Разные бывают. Это колония-поселение, или тюрьма. В колонии-поселении вы вольготно, вы там идете, живете там, ну и все там, естественно, колючей проволокой огорожено, но вы там гуляете, на свежем воздухе. Кроме того, что вы работаете, работаете там 8 часов в день. Вот. Зарплату платят, получаете, не ошибка большую. На заводах-то маленькую получаете, неужели, вы думаете там, вы разбогатитесь в тюрьме. Вот. И тем более вас кормят, можно сэкономить. Ну, а есть тюрьма, а есть тюрьма строгого режима. В тюрьме строгого режима один час гулять ежедневно. Один час. Даже если вы не хотите, вас выведут, и будете вот ходить под бар. Вот вы один час гуляете в день? Думаю, что нет. Вас научат свежий воздухом дышать. А сейчас вы не цените. Поэтому иногда получается, люди, которые были репрессированы, живут и живут. А те, которые были просто на заводе, давно уже умирали. Потому что у них там такой воздух и такая вредность, от которой много не проживешь. А эти, так сказать. Поэтому всякое бывает. День, вот если вы думаете, час, если не прогуляли, значит, вы живете хуже, чем тюрьме строгого режима. Так что вы как-то от этого отсчет-то сделаете. Ну, чтобы у вас был цвет лица, надо час гулять. Ну, я не могу заставить. Ну, как-то. Я профессор по капитале экономики и правды. Вы меня ученые звалили. Я вам рекомендую просто. Ну, как-то отличаться, чтобы от них на десять минут, на пятнадцать. Час пятнадцать прогуляли, и уже никак вот эти, которые строгого режима. Так, какие еще у нас есть органы принуждения? Вот у нас есть суд. Он сам что-то кого-то, что-то делает, как-то принуждает, или он только решение о том, как принуждать выносит. Решение, да? Вот суд принял решение. Что дальше? Буду в вашу пользу, я принял решение. Вы со мной судились. Со мной судились, я у вас взял до завтра пять тысяч рублей, и не отдал. И вы в суд подали. Я говорю, ну, как я, ну, как я мог брать все студентки? Да я не мог, это все это, это ложные обвинения. Доказываю. А он говорит, нет, вот он взял. Короче говоря, вы за мной судили, и выиграли, потому что у вас свидетель был. И не одна, а двое было. А у меня свидетелей не было, и хоть я доказывал, что это невозможно, но меня изобличили, и суд принял решение взыскать с меня вот эти ваши пять, пять тысяч, и еще пять тысяч дополнительно в качестве компенсации морального вреда. Вы там записали, что вы нервничали, из-за меня нервничали, поэтому и свои нервы оцениваете в пять тысяч рублей. Итого десять. Дальше. Вы думаете, что дальше будет? Вот вы получили решение. Вы себе не очень представляете, наверное, как устроена современная система государственная. Вот что дальше? Вот вы выиграли суд, и вам дали, вы знаете, что он входит в силу. Десять дней на обжалование, я мог бы обжаловать, тогда это будет в городском суде рассматриваться. Вот. И тогда уже в городской суд законную силу входит. Но я не стал обжаловать. Ну что я буду обжаловать? Десять тысяч? Ходите по судам. Тем более я не собираюсь их отдавать вам. А вы походите теперь за этими десятью тысяч, которые вы меня выбрали. А куда вы походите? Вот, во-первых, вы решение получили. Это вы сразу можете. Сначала вот, когда проходят свидания, вам объявят это решение. Устно. Вы выиграли все. Присудить вам пять тысяч, компенсационного вреда еще пять тысяч. Ну и соответственно, объявили, вы выиграли. Вы приходите через недельку за решением. В его форме там будет печать, все стоят, красиво, прошито. Вы себе копию сделаете, все у вас есть. Дальше что? Как вам получить-то деньги? Знаете, нет с меня? Не знаете? А вы тоже не знаете, как я с меня деньги получить? Может, какое-то исполнительное? Значит, вот если вы никуда не пойдете, а решение получили, что будет? Ничего не будет. То есть вы можете вот решение у себя повесить, и кто к вам в гости приходит, говорит, я выиграл у профессора Попов. И все вы там смеетесь, говорят, вот он профессор, а я у него выиграл. Я даже с него... А спрашивают ваши подруги, а деньги-то получили? Нет, денег-то не получила, но выиграла я. Это вот важно. Да это деньги-то пусяк, это мелочь. Но если вы решили, что 10 тысяч на дороге не валяется, то вы должны двигаться дальше. Как вы думаете, какие ваши действия? Ну вот решение есть. Из решения денег никак не получишь, и бумажки-то оттуда не вытащишь. Откуда вы их возьмете? Ну вот как вы думаете, я вот, вы меня знаете, да, немножко? Как вот я просто и отдам 10 тысяч? Не отдам. Меня же принудить надо. То есть вы как-то должны снова в государство обращаться. Куда вы будете обращаться? Чтобы меня принудить, чтобы я вам отдал 10 тысяч? Ну не буду я вам отдавать по собственной воле. Не буду. полицию, а потом… Куда? Ну, в полицию. Полицию? Ну вы что, девушка? Вы уже суд выиграли, что в полиции? Полиция – это меньшее, если меньшее. Вы уже выиграли суд. У вас решение суда есть, справедливый. Наш суд. Сейчас же банки не привязаны к налогам, и они же могут… Банки этим не будут заниматься ничего. Банки нет. Банки не решили. Суд не может повлиять на банки. Он на меня повлиял. Я должен вам отдать. По решению суда я должен вам отдать 10 тысяч. Я-то должен? Ну что такое должностование? Если бы я уже отдал вам, я был бы не должен, а отдал. А я просто должен. Видите разницу? Если я должен, значит, у меня они есть, а у вас нет. Так это же хорошо, когда они у меня есть, а у вас нет. Нет, хорошо. А вам плохо. Так вы и сами действуете, я-то при чем? Я не против. Я же не стал даже… Я пошел вам навстречу. Я не стал обращаться в городской суд и оспаривать решение суда. Поэтому она вступила за 10 дней. Ждете вы после того, как вы получили бумажку? И через 10 дней после получения бумажки вступила в законную силу. Вступила, в силу вступила. Силы есть, а денег нет. Что делать? Сообщаю. Вы… Есть у нас служба, значит, судебных приставов. Отдельные. Раньше, в мрачные годы тоталитаризма и культа личности, эта служба была при суде. Суд решил, и тут же они идут выполнять. Сейчас это все строго разделено. Есть отдельный суд, он вынес, и все. И он вместе закончил. Больше ничего. Поэтому надо идти вам в службу судебных приставов. Исполнительные. Это исполнительная система. Служба исполнения судебных решений. Судебные приставы исполнительные. А вы приходите с этим. Узнали, что надо идти. Пришли с решением. Куда вы пришли? Надо в районную узнать где. Вы видели хоть где-нибудь такую? Шли вы по улице, и написано в службу судебных приставов. Не видели. И я не видел. Я видел, что они все где-нибудь во дворах запрятаны. Это суды еще. Они такие вот, такие хорошие помещения. А там, набитые этими исполнителями судебными, несчастными, в основном девушки сидят на этих садх, на бумагах. Потому что у них там и сесть не на что. И если я приходил, то снимали вот эти бумаги со стула. Временно вкладывали на пол, а меня сажали. И вы туда придете и скажете, вот у меня решение суда. Идите к старшему судебному приставу района. В кабинет. Вы пришли. Он с вами говорит. И вы ко мне пришли. В чем дело? Вот у меня решение суда, девушка. Мы судебные приставы. Мы решением судов не занимаемся. Нам они не нужны. Идите к себе в суд обратно и возьмите исполнительный лист. Слышали такое понятие? Исполнительный лист. Вы идете к судье. Судья вас не принимает. Скажет, идите к секретарю. Идете к секретарю суда. Она говорит, приходите через неделю, и я вам дам исполнительный лист. Вы приходите через неделю. И он исполнительный лист с номером. И это единственный экземпляр. Единственный. Вот если вы его потеряете, или вы кому-то отдадите, у вас ничего нет, вы останетесь ни с чем. Поэтому первое, что вам советуют, сразу цветную и ксерокопию. Неотличимую. Даже там все вот. Сильно можно отличить, что там синяя да синяя копия, а не подлинная. Ну вот такая вот. Хорошая. Чтобы у вас осталось. И идете вы снова к старшему судебному приставу района. Вот я в центральном районе был. Там вот напротив. Знаете, там где есть галерея. Большой магазин. А вот дальше следующий дом. А там есть дворы. Первый двор пройдешь, второй двор пройдешь. И там у них плакат такой висит. Девушка такая. Судебный пристав исполнитель. А сзади с автоматом. Здоровый такой. Мужчина. Если что. Все. Всех порвел. И вот. Приходите вы и издаете этот лист. Он говорит. Ну пишите заявление. Старшему судебному приставу центрального района. Такой-то, такой-то. Прошу принять к исполнительному производству. Исполнительный лист. Номер какой-то. У вас он есть? Есть. Все. Хорошо. Все. Приходите через неделю. Вы в суд уже сходили? Приходите. Уже здесь были? Приходите еще через неделю. Через неделю вы приходите к старшему судебному приставу. Все. Говорит девушка. Уже ваше. Есть. Я назначил судебного пристава исполнителя. Он будет исполнять. Он. Не вы. А он. Хорошо. Вы идете. А он оказался она. Судебный пристав исполнитель. В основном. Но есть и мужчины. Кас поведет. Кас поведет. Вам какая разница. Вам ближе бы 10 тысяч с меня получить. Вы приходите. Вот. И спрашиваете. Ну и когда я получу. Она говорит. Я сейчас ему напишу письмо. И пишет письмо. Уважаемый. Мне теперь пишут. Уважаемый. Михаил Васильевич. Значит. Возбуждено исполнительное производство. По делу за комнатой. Вот. И вы обязаны гражданке заходите. Отдать 10 тысяч рублей. Согласны ли вы добровольно выполнить решение исполнительного действия. И присылает мне. И по почте это идет ко мне. Ну почта знаете да. Неделю, полтора, две. Приходит ко мне. Как вы думаете. Что я напишу. Как ничего. Ну как ничего. Вы меня не знаете что ли. Вы знаете. Я с вами разговариваю по доброму. По доброму разговариваю. Неужели я что-нибудь злое могу написать. Я напишу. Достаю ручку. Пишу. Согласен. И отправляю. И еще там. Недели, полторы. Вот вы приходите. И спрашиваете. У судебного. Вы уже знаете. Как ее зовут. Судебного прессу исполнителя. Вы там свой человек. Вы уже знаете. Куда ходить. Вы уже там. Это у вас как бы вот. Как вы сюда ходите в университет. Так и туда ходите. Вот пришли и спрашиваете. Как дела. Она говорит. Все. Вот уже. Он прислал. Что он согласен. Я говорю. Так а деньги как получить. Ну. Но денег он пока не прислал. Тогда вы снова пишите. Он снова пишет. Она или он. Исполнитель судебного пресса. Так. Снова второе письмо. Согласна ли вы добровольно выполнить решение. Исполнительный лист. И мне приходит это письмецо. Что я пишу. Слово. Вот. Это приятно. Вот способная ученица. Очень способная. Между прочим. Вы не особенно знавайтесь. Она очень способная. Просто она скромная. Слово. И вот. И пишет. И пишет. Опять. Вы приходите уже. Вам не надоело еще ходить за каких-то десять тысяч? Ничего. Ну ничего. Приходите еще. А никто вас не отвергнет. Потому что все нормально. Ну. Я вам просто информирую. Я вот участвовал в организации. В Россоюзной организации службы соединенных приставов в Санкт-Петербурге. Председателем был Мальцев Владимир Алексеевич. И вот по информации от него. Хочу вам сказать. Что у нас. Значит. Этих. Исполнительных листов. Которые наклонили суды. Немного больше. Намного больше. Чем. Можно их исполнить. Исходя из лимита времени судебных приставов исполнителей. И вот. Там. Они пытались. В коллективный договор. Подставить. Требование такое. Чтобы. Время было. Согласовано. Ну. Если. А все. Если на исполнении требуется какое-то время. Чтобы. Вы. Поэтому. Они не могут все выполнить. Но поскольку вы приходите. Ваши выполняют. И. Теперь. Значит. Два раза уже. Я написал. Согласен. И никакие еще не выплачивают. Тогда что? Делает. Судебный пристав. Налагает. На меня. Штраф. Тысячу рублей. И. Я плачу. Штраф. 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 Да я за эти. Десять тысяч. Я уже. И в банке у меня лежат. Я уже. Тысячу. Уже. Получил. Штраф. Я этот штраф выплатил. И. Подал. В суд. На кого? На вас? Нет. Я же вам проиграл. А в суд я подал. На кого? На судебного пристава исполнителя. Что она. Использует. Администрировать. Вот. Она. Неправильно. Ведет. Дело. И так далее. А поскольку. У меня. Есть. Ваши. Деньги. У тебя. Потрачу. Чтобы он. Выиграл этот процесс. У кого? У судебного пристава. Исполнителя. И ничего сейчас застряло. И так далее. Поэтому. Не все. Исполнительные листы. Исполняются. Некоторые. Вообще. Не доходят. До исполнительных. До этих. Судебных приставов исполнителей. Потому что. Их гораздо больше. Чем могут. Эти. Вот. Ну. И. Могроди. Знаете. Да. Он же. Проиграл. Суд. И. Должен был. Деньги отдать. Миллиарды. Отдал. Ну. Это не то, что я. Он. Десять тысяч. Ну. Вроде. Миллиарды. Должен был отдать. Отдал. Нет. И. Что с ним сделали. А. Тогда. Завели. Туда. Ему. Принудительные работы. Приговорили. Принудительным работам. И. Отработал. Там. Десять дней. Подумаешь. Десять дней. Отработал. И. У вас. Полтора миллиарда. Плохо ради. Что ли. Вот. Проблема. И. Так. Ничего. Я. Правда. Знаю. Секрет. Что. Невыполнение. Решение. Суда. В случае. Невыполнение. Решение. Может быть. Возбуждено. Уголовное дело. И. Туда. Его. Можете. Не знать. Там. Другие. Мавроди. И. Сидел. Вон. В тюрьме. Но. Никто. Невыполнение. Хотят. Заводить. Уголовное дело. То есть. Я вам так рассказал. Были. Как вы себе представляли. Вы же знаете. Что. И. Гермес. Финанс. А. Вот. Этот человек. Который. Полонский. Собрал деньги. 7. Миллиардов. Носквичей. За то жилье. Который. Организатором. Строительства. 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 И. Уехали они. Куда. В Камбоджу. Полонский. Уехал в Камбоджу. И. Там. Бузил. Может. Вы слышали. Ругался. С местными властями. Они. Ему говорят. Давайте. Хотите. Оформляйте. Значит. Давайте. Миллион долларов. И. Мы. Вам. Дадим. Камбоджийское. Гражданство. И. Вы спасетесь. От. Российского. Правосудия. Он. Начал. Королесить. Туда. Его взяли. Арестовали. И. Выдали. В Россию. И. Чем. Деньги. Никому. И. Гермес. Финанс не отдал. И. Аперинвест не отдал. И так далее. То есть. Это. Обычное дело. То есть. Одно дело. Как бы. По теории. Что они обязаны. Должны. И так далее. А хотите. Вам из области культуры. Пример приведу. Вы. Малый оперный. Знаете. Малый оперный. Театр. Ленинградский. Санкт-Петербургский. Вот. Вы. Приходите. Снепского. Заходите. На площадь. Слева. По левую сторону. Малый оперный театр. Художественным руководителем. Это. Малый оперный. Гражданин. Кехман. Ничего. Он не говорит. Эту фамилию. Я вам расскажу. Что мне. Она говорит. Как профессору. Пока. Все экономики и права. Гражданин Кехман. В свое время. Банановый король. И возил. Из Южной Америки. Банан. На корабле. Потом он обратился. В ряд банков. Под эти бананы. Получил. Тим. Двадцать миллиардов рублей. Двадцать миллиардов рублей. Из них четыре миллиарда у Сбербанка. Десять миллиардов у банка Москвы. А где еще шесть. Я не знаю. Просто в той публикации. Которую я читал. Это не написано. И. И. Никому. Из этих. Вот эти. Получив. Двадцать миллиардов. Ничего. И. Тогда. Начали его судить. И. Судили его. Но. Прежде чем его судили. Он. сам пошел в суд. И. Оформил. Банкротство. Вот. Если сейчас. А. Двенадцать. Сначала не в нашем. Потом и в нашем. Беспокойтесь. Все хорошо. Сначала он в английский суд пошел. И. Там. Принял ее. Его признали банкротом. Это же значит банкрот. У вас деньги есть с собой? Нету? Жалко. Ну. Представьте что они у вас есть. Вот. Я у вас взял. У вас взял. И. Только я взял. Вышел туда. Постоял. Прихожу. Такое лицо. Что я вам не отдам. Не отдам вам. Не отдам. Вот. Что это значит. И. Вот. Он. Его. Банкротился. То есть. Он. Все. Никому ничего не отдает. Признан банкротом. А. Ну. Можно. Иски. Какие есть. Направить. На его недвижимость. Но. Английский суд этим не занимается. А. Наш. Сказал. Мы. Вообще. Не признаем английского права. Судя у нас. Свое. Судя у нас. Судя у нас. Вопрос. В банкротстве. Судя у нас. Уровец. Записан. Но я туда буду приезжать. В эти дворцы. А вы будете деньги у меня получать. Каждый раз. Когда я приеду. И за то что вы. Эти дворцы. Сохраняете. И за то что вы их собственники. И так далее. Все. Все будет хорошо. Короче говоря. собрали у него однокомнатную квартиру, у него 4 миллиарда, ну и что-то начали заводить дело в органах МВД. По последней информации, значит, Банк Москвы начал это дело раскручивать и добился в английском и французском суде решения о том, что все равно можно взыскивать с него, с какой-то недвижимость, если найдут ее, и нашли. На Лазурном берегу дворец у него, там у него 2 подвала винных, 3 спальни, там много чего, большой дворец, который формально принесет его новой жене. И вот эти 2 суда уже приняли решение, ну у него, значит, если это у него заберут, это будет частичное возмещение того, что он должен. Частичное, потому что 20 миллиардов, ну это от силы миллиардов стоит. Ну вот у вас, если было 20 миллиардов, у вас миллиардов забрали, и вы так бы уже грустили, да? Ну жалко, конечно, но у вас и 19 миллиардов осталось. Теперь по нашему закону, директором он не может быть театра, если он банкрот. Поэтому он не директор стал, а он был директором двух театров, нашего и Новосибирского. Теперь он у нас не директор, а кто? Художественного руководителя нашего и Новосибирского. Это я вам были рассказал. Я вам рассказывал, как у государства, как оно должно бы действовать, но вот так-то получается, что у нас государство какого класса? Капиталистического. А капиталистический чем характерен? Деньгами. А у кого деньги, тот тому легче выиграть, чем тому, у кого денег нет. Вот и все. Поэтому, если вы идете в буржуатный суд, это все равно, что вы идете играть в какой-нибудь волейбол. В волейбол, но судья подыгрывает в другой стороне. Если он подыгрывает, скажем, 4 очка будет, перепишет, то вам надо выиграть со счетом, скажем, 10-2. С таким счетом выиграете, он 4 очка припишет, больше не может, там тоже есть какие-то ограничения, суд-то не должен себя вот так показывать. Ну и 10-6 будет у вас выигрыш. А если вы идете там, где, так сказать, суд решит справедливо, изъяли из закона положение о том, что суд разыскивает истину. Суд носит у нас состязательный характер. Так, вот мы сейчас будем состязаться с вами. Как думаете, кто выиграет? Ну, я и выигрываю. Суд носит состязательный характер. Ну, раз выиграл, значит, все послужит, все нормально, все хорошо. То есть суд состязательный. Ну, это ведь, как говорится, если не я, а если у меня мешок денег, то я придет еще какой-нибудь адвокат, который еще круче, и выиграет у вас. Более того, сколько я адвокатов могу пригласить, если у меня есть деньги? Сколько угодно. Нет ограничений. 10 адвокатов будет вещать. И вот в этом деле будет, вот столько речи моих адвокатов, какая его плохая. И вот такое-то анюсенькое, это то, что вы говорите, какой я плохой. И какое решение примет суд? Думайте. Короче говоря, это вот я просто вам показываю, что на самом деле, при том, что, так сказать, объявляется, что, так сказать, он всеобщий, и, как говорится, все органы всенародные, все они, значит, всем служат, они справедливость защищают. На самом деле, все органы буржуазного государства, это органы, которые служат какому классу, правящему или подчиненному? Правящему классу. Это не значит, что вы не можете выиграть. Можете. Вот тот же Мальцев, например, поскольку он нигде не выиграл, а только проиграл, когда он судился, в связи с нарушениями у него, и его выгнали из судебных приставов исполнителей, он потом выиграл в этом. Я ему помогал писать документы в Европейском суде по правам человека, и получил 2000 долларов через 10 лет. А сейчас работает жарщиком орехов. Поэтому можно выиграть. Но это вот, поэтому есть, так сказать, некая солидарность. Еще вы на международном уровне можете что-нибудь получить. Некоторые выигрывают через 10 лет. Когда уже поезд ушел, уже никуда вы не устроитесь, уже не в данном специальности у вас ни то возрасте, ни то здоровье, и так далее. Поэтому можно на этом примере видеть, можно на другом примере видеть. Вот, наверное, вы историю знаете с Альенко. Был такой лидер социалистической партии в Чили. Там была коммунистическая партия, там Луис Карвалан был руководителем, генеральчик, а была социалистическая партия, Альенда. Партия Альенда получила большинство мест в парламенте. И он решил, что раз у него большинство мест в парламенте, то он будет решать там дела и прочее. А какая главная сила в государстве? Армия. Армию разглавлял Феначет. И вот в один прекрасный день, когда Альенда закончил отбирать земли у помещиков, передавать их к крестьянам, то есть решил задачи буржуазной революции, вот, они пришли, так сказать, убили этого Альенда, а он стоял один там с автоматом и отстрелился. И там потерялся фашизм. А фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шемиатических элементов финансового капитала. А финансовый капитал в Чили вряд ли есть, он американский. Поэтому это, скажем, диктатура интересов американского капитала. Поэтому вся история является безусловным подтверждением того, что государство является и по теории, и по факту всегда органом господствующего класса. Господствующий класс, если он господствует, он как может обеспечить свое господство? Только убеждением. Только убеждением невозможно. Вот я вас убеждаю сейчас, убеждаю уже. Но за что стоим за этим убеждением? У нас экзамен же будет. Вы еще не знаете, у вас будет экзамен, но знаете, что будет. А экзамены это что за такое? Что за ним стоит? У нас какое-нибудь это государственный. Раз государственное, это значит поговорили, я вас повреждал, мы это с вами мирно беседуем, потому что кто-то пополосит на экзамен его раз, и за инвесторы это выгнали, и все. Это когда вас выгоняют за убеждение или предуждение, у вас уже ни к чему не принуждает, просто все, вы не нужны больше, до свидания. И точно так же и меня, мы вот раз и прокатили ее. Вот и принято решение, и до свидания. Поэтому, когда написано в Санкт-Петербургской государственной университете, надо иметь в виду государственное, что здесь не только у вас будут убеждать, будут к чему-то и принуждать. И когда что-то написано, государство, это и означает. Государство, это машина насилия для осуществления политики господствующего класса. Поэтому, какие бывают государства? Во-первых, бывает государство рабовладельческое. Естественно, как оно возникло? Для того, чтобы держать пользование рабов, должны были создать такую организацию, которая бегло с рабов ловила, возвращала хозяевам, а хозяева могли их и убивать. Потому что это, кто такие рабы? Это говорящие животные, они должны работать, больше ничего. Потом, послабление для рабочих наступило, с переходом к феодализму. Феодальное государство какие имело нормы? Что мог делать помещик со своими крепостными? Вот если и вы мои крепостные, что я могу делать с вами? Собирать с них... Ну, они работают по моей земле. Да, это вы будете у меня работать, само собой. Еще могу вас продать. Я вас продавать не буду. Зачем я буду продавать таких хороших людей? Ну, право у меня есть продать. Причем, как можно продать помещик? Семьей. Вот, так сказать, и вы, и родители ваши. Всех вместе продам другому. Вот очень хорошие покупатели, очень хорошие люди, отличные крестьяне, хорошо работают, умные, толковые, красивые. Забирайте. Ну, мне деньги сейчас нужны, вот так, я хочу устроить, сабандую. Раз, и продам. Можно без семьи продать раздельно. Зачем мне эта вся семья говорит? Зачем? Дайте вот, она очень хорошая крестьянка, вот ее и покупаю. Все, до свидания. Это же не должно было. 1861 год, когда освободили крестьянку. Что там это? Все это прозрачно, да? Недавно. Так. А еще? А можно и с землей? Вместе, вот прямо с землей, с участком, с крестьянами, так, раз, куском. Земля, и тоже крестьяне, все хорошо. Просто вы будете не на меня работать, а на него теперь. Все. Вся разница. Как вам разница? А вам все равно, на кого работать. Все равно не на себя. Не, на себя тоже будете работать, на своем участке. Оно остается у вас. Он не принадлежит вам, но вам дано право на нем работать, а вот то, что вы на нем добудете, это ваше. И потом, если у вас много, то вы можете это продавать и получать деньги, потому что потом уже крестьяне некоторые разбогатели и смогли уже даже кого-то нанимать для работы на своем участке. То есть это другой вопрос. Вот. Следующее пославление какое? Свободные стали люди. Все свободные. Ну, скажем, если я капиталист, я не свободный. У меня фабрика. Мне надо думать, как чтобы там и горючее было, электричество было, и канализация, и так все. А вам ни о чем мне надо думать. Пришли, поработали и ушли. Вообще вы совершенно свободные. Да я не свободный. Поймите, как вам хорошо. И еще после этого еще недовольные зарплаты. Вы сейчас получаете восьмую часть от того, что вы создали? Будьте здоровы. Все по рыночным законам. Вы, я ведь не вас попугаю. У вас не федерализм. Я вас не покупал. Я купил только у вас рабочую силу. Она стоит 30 тысяч рублей. Я 30 тысяч вам заплатил. А у вас потребительная стоимость, то есть польза вашего труда, в том, что вы можете создать богатство, которое стоит не 30 тысяч, а в восемь раз больше. Да, в восемь раз больше. Но это вас не касается. Я по-честному вам заплатил за стоимость того товара, который вы мне продали. А остальное вас не касается. Это мое. И, наконец, вот если вы возьмете социализм, в котором общественная собственность, такого не может быть, чтобы кто-то эксплуатировал другого. Ну, тогда наоборот. Если эксплуататоры пытаются эксплуатировать их, применяется сила принуждения к тем, кто имеет эксплуататорские тенденции. Они могут по-разному выражаться. Так вот, незаметно. Начинают люди думать только о своих интересах, а не об интересах общества. трудящихся. И, так сказать, вдруг они начинают жить припевающе, когда другие, так сказать, живут пока плохо. И такие тенденции есть. И вот в это время появляются, как раз в такой ситуации, появляются идеи, что государство – это сила такая, как бы не классовая. Это сила народа. Государство – это народ. Государство – это мы. Кто мы? Ну, что есть мы? То есть те, у кого есть сила, те и государство. Поэтому, у кого есть экономическая сила, то вот они. Поэтому, как только появляются вот такого рода тенденции, они никогда и не исчезают. Тенденции такого рода, чтобы использовать государство для обогащения немногих, само государство начинает превращаться в другое. И вот, скажем, что произошло у нас в стране в 60-х годах. В 60-х годах программа правящей партии было заложено, совсем не виданное никем, новое положение о том, что наше государство имеет общенародный характер. До этого все марктисты и все, так сказать, специалисты по государству, все говорили, что такое государство. Это машина насилия, организация насилия, принуждения в интересах господствующего класса. А тут вдруг вот она общенародная. Хотя, если вы почитаете того же Энгельса, очень вам рекомендую такую книгу, которая называется «Происхождение семьи, частные собственности и государства». Замечательная книга, маленькая, блестяще написана, прекрасным языком. Вот сейчас ее продают в Доме книги. Она пользуется большим спросом. И там вся история, движение общества, от первобытного общинного строя до капитализма. Чтобы это было уложено вот в такой объем, вот это капитал до таких-то ритмов Маркса. А это вот. Это вообще исключение. И вот в этой книге Энгельс показывает, что либо государство уже народное, тогда оно не государство. То есть это оно не машина насилия в интересах господствующего класса. А пока оно есть, оно всегда классовое. А Ленин говорит, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура Бурразии, либо диктатура пролетариата. В этом сущности государства. Бурразное время. Тот, кто этого не понимает, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. То есть, что означает объявить, что вот государство перестало быть диктатурой пролетариата. Что было сделано в Хрущевом в 1961 году на 20-м съезде. И за это проголосовали на такие теории, про которых Ленин и говорил, что они не понимают, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура Бурразии. У нас ведь собственность какое имело форму? Государственную. То есть, вот у нас общественная собственность при социализме означало, что производство должно подчиняться общественным интересам. В каких формах? В двух. Значит, одни предприятия государственную форму имеет, а другую кооперативно-колхозную. То есть, две разные формы подчинения одним и тем же общественным интересам. А если это выбрасывается, если выбрасывается то, что государство диктатуру пролетариата, оно тем самым превращается в государство диктатуры Бурразии. Таким образом. А дело в том, что общественная собственность, она не непосредственно общественная, как будет при высшей фазе коммунизма, а она в государственной форме. Если у вас государство другое, то есть, нет подчинения производства интересам рабочего класса, они являются общественными, значит, государство начинает подчиняться тем, кто им управляет. А им управляют разные чиновники. И эти чиновники, будучи чиновниками, при этом начинают осуществлять диктатуру уже другого класса. А где этот класс, а это сами эти чиновники, как находящийся класс в становлении. И дальше это все нарастает, как снежный ком. А такие люди, как Чубайс, и же с ним, они это дело стимулируют, раскручивают, приветствуют, уничтожают предприятия наши, лишь бы только перевести общественную собственность в частную. Я вас информирую, что если за время войны Великой Отечественной Россия, только РСФСР берем для сравнения, потеряла 32 тысячи предприятий, то за время приватизации 90-х годов уничтожено в России 78 тысяч предприятий. 78 тысяч. То есть такие, как Чубайс, нанесли ущерба стране и народу больше, чем вся эта гейкеровская машина, которая напала в нашу страну. Ну, если вы пройдете, как говорится, кишочком или проедете Палиграды, вы увидите, так сказать, что на месте прежних огромных предприятий строится для получения миллиардных доходов быстренько дома, причем плотною, так, чтобы не было двора даже, чтобы не выйти с коляски и с ребенком, потому что там некуда его ходить, а на эту коляску между домами еле-еле проедет. Вот, скажем, к Крестовскому острову, если поедете, там был огромный завод на углу, так сказать, к Крестовскому на Крестовскому его уже нету, там сейчас дома застроены. Или, скажем, в Выборгском районе завод Карла Маркса. От этого завода остался тоже дом культуры, его быстренько обрисовали, чтобы было видеть, что он новый. А завод производил и Катюши, и средства ПВО, ракеты и так далее. Современный машиностроительный завод, все подчистую уничтожено. Или вот у Черной речки кирпичная из белого кирпича, так сказать, огороженный завод, бездействующий. Это что такое? Это был Северный завод, он тоже делал системы СС-300, которые, так сказать, защищают от ракет. Вот. Ну, скажем, Светлана. Вот я живу напротив, рядом со стадионом Светлана, а через стадион завод. На Светлане работало 40 тысяч человек. Это Светлана, в переводе с промышленного на наш язык, она светлана, светловая лампа накаливания. Светлана. Значит, что у нас сейчас плохо с приборами, как раз, из-за границы их везут. Так вот, на Светлане работало 40 тысяч человек. Ленинградское объединение электронного приборостроения. Мы производили приборы и для гражданских нужд, и для военных. 40 тысяч сейчас на Светлане, сколько человек? 3,5 тысячи. И оно разбито на всякие мелкие такие предприятия, там, Светлана, машиностроение, которое какие-то заказы берет и что-то выполняет. Светлана светодиоды, Светлана то, Светлана все и так далее. И там тоже территория застраивалась сейчас будет. Дальше. Ну, причем, наверное, вы понимаете, что застраиваться много, а кто будет жить в этих домах? У кого такие деньги? Во-первых, они у тех, которые делают деньги. То есть у нас те, у кого есть 100 квартир, их задача пройти по этим 100 квартирам и собрать всех жильцов, обитателей деньги. На эти деньги еще купить квартиру. Уже будет 150 квартир и так далее и прочее. И это все развивается и продолжается. Или скажем, возьмем новый дом въездивший с Ролеска, желто-белый такой. Значит, местные люди что говорят? треть закрытой железной двери там значит оформленные жильцы. Треть не продана. Продолжается строить. Почему? Ну, если кто-то убил кого-то и зарезал или обманул и забрал деньги в Орле, где он будет покупать? В Орле деньги или в Петербурге? Как вы считаете? Ну, зачем он в Орле будет покупать на улице? Купит здесь и будет сдавать. А вот сдавать хорошо гастарбайтерам там 15 человек в одно помещение засадить и каждого если так вот взять например продать одному человеку ну сдать ну сколько он будет платить? Ну 20 тысяч 25 а 15 по 5 тысяч это же будет 75 тысяч поэтому как сельди в бочке набитивайте самые поэтому кто будет жить в этих вот ваши родители в состоянии купить квартиру? вот я профессор университета могу я купить квартиру? Нет я живу в квартире в которой у жены была я просто удачно женился такой метод есть вы можете удачно выйти замуж один мой коллега который работал у нас первым проректором Михаил у нас тут банк у нас с ним договор университета вы сходите может быть ну сына у вас для сына чтобы жилье можно было получить вот я прихожу с этим представителем банка разговариваю он говорит Михаил Михаил сколько у вас зарплата я ему сказал он улыбнулся Михаил 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 нет мы при таких зарплатах мы не можем ипотеку улыбнуться и на этом наш разговор закончил так так вот государство надо понять оно по сущности своей всегда дитатура одного определенного класса про это нельзя сказать хорошо или плохо почему потому что когда класс прогрессивный это хорошо правильно то есть он беспощадно борется со всякой реакцией понуждает ее принуждает тому чтобы она гадостные дела не делала и наоборот если класс становится реакционным то дитатура этого класса тормозит общественной прогресс не может быть такого государства которое бы не было таким государством какого-то класса как свято-место пусто не бывает так и здесь не бывает вы можете написать найдем что угодно какие угодно названия вот сейчас например говорят что государство социальное но мы с вами немножко изучаем социальную философию и занимаемся только социальным предметом естественно оно социальное всякое государство социальное всякое и самое фашистское государство тоже социальное оно же не биологическое оно не физическое и не химическое и не бактериологическое а оно социальное поэтому у нас государство социальное или это противодействие социального государства а в социале то есть в обществе есть два класса противоположных и один из них держит в руках это государство Третьего нет. Ну вот мы сейчас остановимся еще на органах государства. Какие у него органы? Некоторые у нас уже всплыли в нашем рассмотрении и обсуждении. Это армия раз. Внутренние войска два, которые прекрасно оснащены. И если при необходимости могут быть пущены в ход. Однажды я иду к Шенлянскому вокзалу, ну вот от набережной я шел, а там митинг. Какие-то пенсионеры устроили митинг с требованием повысить пенсию. И там среди пенсионеров гуляет один милиционер. Ну для порядка так. Потому что что он? Пенсионер. А у берега Невы выставились космонавты. То есть это внутренние войска. Вот здесь бронежилеты, сзади бронежилеты. И здесь вот такие прозрачные колбаки. Ну если эти бабушки, у которых есть клюшки, куда-то двинутся... А тот, ну милиционеры все, ну ходят там среди них и все. Чего они, что там поддерживают, что они там... Ну высказывают люди, что они думают по этому поводу. То есть есть у нас все на готове, все, что все необходимо для того, чтобы в случае необходимости применять меры принуждения. Или вот, как вы себе представляете борьбу вот у нас с терроризмом? У нас смертная казнь совпущена или разрешена? У нас такая ситуация со смертной казнью. То есть смертная казнь... У нас есть в законодательстве, в уголовном кодексе. В то же время Россия подписала меморандум о том, что мы, так сказать, не будем ее применять. Сколько не будем, ну сколько хотим, сколько и не применяем. А вот единственное, кто не подписался под этим, убийцы. Убийцы не подписались, и у нас есть маньяки, которые убивают десятками и сотнями людей. И причем сложилась в связи с этим какая ситуация? Скажем, я выхожу отсюда, и меня может убийца убить. Он-то ничего не подписывал. А его, если он меня убьет, его наша судебная система к смертной казни не приговорит. Почему? А бессмысла нет приговаривать. У нас она не применяется, к смертной казни. А методология этого вопроса. А методология такая, что смертная казнь сама по себе, благом, конечно, не может быть. Смертная казнь – это средство. Уничтожить убийство вы не можете смертной казни, а сократить их можете. Сократить. Уменьшить масштабы. Потому что это люди разложившиеся, вы их ничем не остановите. Деньгами вы их не остановите, потому что они деньги именно как раз и забрали людей. И поэтому они деньгами располагают в гораздо большей степени, чем уже рядовые грабители. Поэтому их может это в какой-то мере остановить, затормозить. Привожу пример. Вот битцевский маньяк, который ходил со знакомыми в битцевский лесопарк в Москве. Только со знакомыми, с хорошими отношениями побывали. И с собой имел молоток и бутылку. Пивал молотком голову, в бутылку туда вставлял. Клит, что наверняка было убитой. И в люк. А в люк и человек растворяется. Первый раз он это сделал и 9 лет никого не убивал. Никто не нашел. Потом он стал все очень регулярно убивать. Вот судья его спрашивает. Зачем вы это делали? Вот вы убили столько человек. Вот вы убили 80 человек. Он говорит, я не 80 убил, а 100. Не знаю, говорит, судья. У меня проходит по делу. Это вы в первое место обращаетесь. У меня по делу 80 делают. Этим занимаюсь. А я, говорит, себя лучше чувствую. Теперь скажем. Какова тут методология подхода? Убийцы не должны быть в приоритете. Каждый убийца должен сознавать, что если он применит к нам меру наказания, то к нему будет такая же мера применена уже государству. И поэтому вот такой был социалист Вольг Галей. Он писал, пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. То есть они не применяют смертную казнь, или к ним не применяются. Смертная казнь, ее не нужно отменять. Она сама подает. Если нет убийцы, то никто ее и не применяет. То есть кто ее сохраняет? Убийцы. Вот в чем, так сказать, смысл сохранять смертную казнь. Если убийцы есть, значит, надо применять по отношению к ним. У нас на кафедре, где я раньше работал, в кафедре философии и культурологии, такой был профессор Саготовский. Он такую статью написал в газету «Народная правда» о том, что во всем животном мире убийства как такового нет. Потому что зверя убивают только с целью еды. А вот просто ждать его убить, но такого нет. Поэтому вот эти убийства, они выходят за рамки даже того естественного положения, которое есть в природе. То есть они сами тебя ставят за рамки не только человеческого общества, но вообще за рамки обычных... Ну, если волк съел зайчика, то он не потому, что он злодей, потому что он морковку не ест. Ну, не ест морковку. Ну, что вы, и лев не ест капусту. Ну, вы никак не можете составить, если есть капусту. Поэтому даже с этой точки зрения. Но есть такая проблема, которая существует. А вдруг, а есть ошибки, бывают судебные, да? Вот у нас заведовал картер, когда я говорю, Уваров Николай Семенович, доктор философский канал. Он говорит, так и приговорите к смертной казни, а зачем вы торопитесь приводить в исполнение? Сколько вам надо для того, чтобы вы точно проверили, нет ли ошибки? Ну, 10 лет вам хватит, и пусть 10 лет спокойно сидят. Приговоренные к смертной казни. Вот 10 лет закончатся, ну, тогда и приводите в исполнение. Спешки-то никакой тут нет, ведь предупредительное значение наказания определяется не вожестокость, а его неотвратимостью. Если человек неотвратим, значит, что он, если, так сказать, за убийство будет приговорен к смертной казни, это действует. А больше, позже. И считайте, что 10 мало ли это для выяснения? Сколько вы собираетесь выяснять? 15, так вот, 20 выясняйте. Пусть 20 лет приговоренные к смертной казни сидят и ждет, 20 лет закончатся, тогда и вовсе будут в исполнение. А сейчас они содержатся, которые по жизненному заключению, на островах, на которых вся эта система охрана их обеспечивает, всем снабжает, и это государство обходится примерно в 30 тысяч долларов в месяц на человека. Сколько народу должно в них входить? То есть, если вы вашего ребенка убили, то, значит, вы будете платить всю жизнь этим тем, которые убили вашего ребенка, на то, чтобы их содержать. Вот так обстоит дело. Товарищ Бастрыхин, который председатель Следственного комитета, который все это наблюдает, сколько у нас убийств происходит, он выступает о смертной казни, безрезультатно, не притвушиваются. Он также выступает за то, чтобы суды выясняли истину, как раньше было записано. Что суд выясняет истину. А сейчас записано то, что я вам сказал. Вот если мы с вами соревнуемся, и я вас переспорю, ну, значит, в мою пользу. Если вы меня переспорите, ну, в вашу пользу. И все. Суд носит соседательный характер. Но соседаются неравные силы. Приведу вам еще пример, поскольку у меня сроки знакомства в этих кругах. Вот Денисов. Юрий был у нас такой в университете. Специалист. И он был у нас секретарем по идеологии. У него жена работает в городской адвокатской конторе. Я, говорит, к ней как приду, там все представители этого бандитского мира. Все. Значит, в чем особенность профессии адвокатов? Они защищают всех. Только платить деньги. А у кого деньги, чтобы купить хороших адвокатов, заплатить? У бандитов. У вас бандит отнял 100 тысяч рублей. Так, вы подали в суд. Он 50 тысяч отдал адвокатам, чтобы они выиграли. Они выиграли у вас. Что тут непонятного? То есть, понятно, у кого... То есть, человек... Люди, которые, так сказать, обворовывают, так сказать, создают бандитские группировки, они находятся под лучшей защитой, чем люди, которые являются жертвами. А вам дадут... У вас нет денег? Ну, вам дадим официального адвоката, защитника. Хотите? Он будет вас защищать. Ну, он будет вас защищать как? По принципу, на подавесе. Вот такая тут картина. Поэтому, это, так сказать, если вы берете поверхность явления, тут кажется, всеобщее справедливость, всеобщее равенство, все одинаково. Но когда мы окопаемся, попадаем в сущность. То есть, то, о чем я вам говорю, означает, что по сущности государства являются диктатуры господствующего класса. Это вот выдающееся настижение научное, которое позволяет разбираться в этих вещах. И если вы хотите другое общество или другой строй, вы должны построить другое государство, которое будет диктатурой рабочего класса. А в чем у него особенность эта диктатура? Что рабочий класс не может освободить себя, не имея хороших учителей, хороших врачей, хороших инженеров, да, хороших ученых. И, скажем, вот у нас сейчас есть разные политические установки у разных людей, все представители любых направлений политических признают, конечно, к культуре было внимания больше и к музеям в советское время, чем сейчас. И к медицине. Ну вот сейчас была только что прошла реформа медицинская. к чему она сводилась. Сейчас ведь употребляет такое слово оптимизация в полной противоположности с его значением. Вот мы вместе учились с Степаном Степановичем на матмехе. Значит, мы знаем оптимизационные задачи. Максимизировать или минимизировать, что ли? Задача на оптим. Так что вы собираетесь оптимизировать? Оптимизировать, значит, сделать лучше. Найти самый лучший вариант. Или который дает больше результатов, максимальный результат, или дает минимальные затраты. Есть задача на максимум, задача на минимум. А тут, значит, проявили оптимизацию медицины, здравоохранения. Это что? В чем выразилось? На 7% меньше стали давать денег здравоохранению. Но эти деньги не улетучились никуда. Они перешли в повышение доходов тех людей, которые получают миллион. При этом 20 тысяч врачей уволено, 20 тысяч коек убран. Действительно, зачем? И министерство отчитывается, здравоохранение, что это здорово. Почему? Потому что, у нас есть высокотехнологичная медицина. Это значит, вы будете, может быть, 3 года ждать, когда придет кого-то вам на технологичную медицину. И при этом ликвидированы мелкие медицинские пункты. Скажем, сейчас для того, чтобы вам попасть в врачу, не в городе, в городе Венинграде мы попадем, а на селе, надо проехать 80 километров. За 80 километров ваша скорая уже развернется и поедет обратно и в линии домой, а прямо в морг. Ну, скорая должна приехать и через 5 минут человек должен быть уже в больнице. Потому что вопрос стоит о жизни и смерти на волоске. Вот это оптимизация. Медицина. Ну, наверное, я думаю, вы тоже в отношении образования понимаете. Если в прошлые времена выпускали специалистов, которые учат 5 лет, выпускают бакалавра, в которых учат 4 года, а украли целый год у вас. У нас-то не украли, вот мы по 5 лет учились. И когда человек получается специальность, специалист, он имеет право поступать в аспирантуру, так, он был закон о молодых специалистах, если вы молодой специалист, значит, два варианта. Либо вы рекомендованную аспирантуру, вы освобождаетесь от распределения. Если вы не рекомендованы, вас распределяют, значит, ваше жилье бронируется, вы можете через 3 года вернуться по месту жительства своего с родителями. Дальше, есть закон о молодых специалистах, вас нельзя уволить. Что вы там не делали? Как бы вы не корресили на новой работе, пока вы молодой уволить нельзя. И молодым специалистам по месту работы дают первую очередь жилье, первую очередь. Вот очередь есть. А есть первая очередь, специалисты молодые. Если вы там устроились на хорошую работу и, так сказать, уже крепко стоите на ногах, собираетесь работать, можете оставаться. А если вам не хочется, приезжайте обратно к маме с папой. С мамой и папой есть хорошее отношение, но иногда бывает уже во взрослом возрасте лучше встречаться и, как говорится, дружить, чем ругаться постоянно. И, так сказать, то есть эта проблема была решена. Это опять теперь это все исчезло. Образование. Так, с культурой тоже, понимаете, меньше поддерживается, конечно, культура, чем раньше. Почему? Потому что этот класс, который сейчас у власти, он может, сам решит проблему. Значит, за большие деньги поедет за границу, сядет на самолет и там сходит в концерт туда-сюда. И наши, так сказать, путешествуют, наши, так сказать, хорошие, лучшие исполнители тоже ездят сюда-сюда для того, чтобы как-то, так сказать, свою жизнь обеспечить. Не сильно богатые живут представители культуры, так это понимаете. Если это не шоу-бизнес, у которого задача другая, собрать большие деньги. Небольшой столб народу, вот эти деньги, конечно, очень легко. Я вас могу научить. 60 тысяч у нас в студии, да, по 5 тысяч мы уже посчитали с вами, ну и все, красота. Поэтому никакого тут секрета нет. Вот, значит, итог. Что мы должны запомнить, что государство всегда есть государство господствующего класса. Второе, что сущность государства обязательно классовая, и третье, отмирание государства происходит по мере уничтожения тех условий, тех вот вещей, которыми нужно бороться. Вот, скажем, не будет попыток общее добро пролететь в свое частное, не будет попыток затормозить развитие радио каких-то личных своих интересов. То есть будет обеспечиваться приоритет интересов общества без принуждения. Нет необходимости принуждения, оно отмирает. Отмирает. Оно не отменяется. Это, скажем, вот, скажем, смертная казнь. ее не надо отменять. Если никто никого не убивает, она никогда не заменяется. То есть ее, господа, убийцы, как только они перестают убивать, они отменяют эту самую отмирающую смертную казнь. Так и вообще с другими не воруют, значит, за воровство не наказывают. Не грабят, значит, за грабеж. А сейчас мы знаем у нас за насилие над малолетними наказывают в судебном порядке. А потом условно-досрочное освобождение. 80% вот этих преступников, у которых есть такие преступления, повторяют своих преступлений. А их условно-досрочное освобождение. Ну вот вроде бы сейчас убирают это условно-досрочное освобождение. То есть вот что означает государство. И надо в этом разбираться и не смотреть на это как нечто только светскую картину, иллюзию. Все органы, которые есть, и суд, и прокуратура, которая следит за точным и полным исполнением законов, по идее должна следить. И органы предуждения и другие, все они должны слаженно работать. И существует исполнительная власть, начиная с президентом и глав администрацией и так далее. А существует законодательная власть, которая обсуждает какие законы принимать. А что такое законы и права? Мы отдельно о праве поговорим в отдельной лекции. Спасибо за внимание. Что-то я вас опечалил сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok